Всем здарова, я снова на проекте Смотра Рэйдж и сегодня какой-то прям удивительно позитивный, наверное, оптимистичный видос, потому что сегодня будет очень много новостей, очень много инфы вам расскажу по серверу, по заработку, по новым системам и чё-то я столько хороших новостей, наверное, вообще никогда в жизни не рассказывал. Во-первых, вы сейчас все охереете, никто, конечно, этого уже не ожидал, но нам сделают ребаланс и прям как сделают, должны были залить сегодня, но почему-то не залили, видимо, захотели ещё дотестировать или сразу, короче, все работы заребалансить, решили сразу же всё залить, чтобы не заливать постепенно, но, как вы видите, я даже перепроверил переписку, когда проснулся, увидел то, что ребаланса нет в ченжлоге в сегодняшнем и такой думаю, а может мне вообще приснилось, может я настолько дебилушка. Нет, перечитал переписку, на самом деле, да, такси, виновозка готова, на такси там зарплата, ой, чё-то, вот это вылетело из головы, чё-то около 350 косарей без випки, ну, это на пустом сервере, понятно, то, что постоянно катает им балансные заказы, но, короче, процентов на 50 минимум, зарплату в такси подняли. Как это произошло? У меня вчера прям, ну, окончательно сгорела жопа, я вспомнил свой тактос, когда-то на одном из очень популярных серверов была система, невероятно странная, которую добавили и сделали её прям невероятно, ну, хуёвой, будем откровенно говорить прямо. И я как бы 10 видосов подряд говорил, вот это хуйня, это вообще переделываете, это вообще нет смысла делать, и как бы на вот это вот не обращали внимания на вот эти мои высказывания. Но когда я прям запилил 20-ти минутный видос, прям всё разобрал по полочкам от начала до конца, прям всё объяснил адекватно с примерами, с калькуляторами, со всей этой хернёй, через пару дней вышел фикс, и разрабы такие, да, благодаря мистеру Гларесу мы поняли то, что мы сделали полную хуйню, я вспомнил это, и решил Эдику прям 5-ти минутную голосовуху. Эдик, нам ребаланс нужен, потому что в контрактах сейчас вы добавили виновоза таксиста, это просто невывозно будет фармить, типа с такой зарплатой 150-200 косарей в час. Я говорю, батл пасс там на последних левелах, да и не на последних, там типа полтора миллиона нужно заработать в таксе, это, говорю, только 10 часов на одну лишь таксу, бесконечно просто катать её. Ну, я говорю, это бред вообще странный, такого не должно быть, я говорю, конечно, батл пасс никто не покупает, это одна из причин, почему его никто не покупает. Ну как, так-то нормально покупают, вы сами видите то, что, у меня, да, есть, а так, короче, батл пасс покупают нормально, но всё равно, типа, эти работы были в полном говне. И это было самое сложное, виновоз и таксист, ну, из работ я имею в виду. Вот, ещё Эдик когда-то оправдывался то, что это работы для новичков, но я говорил то, что это вообще очень странное оправдание, потому что на сборе винограда зарплата охуенная, на, типа, этих, на автобусниках зарплата тоже великолепная, на дальнобоях, на дефолтных тоже зарплата хорошая, я говорю, охота тоже, можно сказать, работа для новичков, дача вам полмиллиона на лицензию, пошли охотиться. Рыбалка, в принципе, тоже неплохая, но, типа, нет, отмазка с тем, что это работа для новичков, она вообще не канает, потому что это две самые мёртвые работы, которые вы заставляете, кстати, играть. Ну, короче, я всё это объяснил, рассказал, и мне Эдик даже ничего не сказал, Саня просто через пару часов скидывает инфу, всё, мы, короче, сделали ребаланс, завтра будет на сервере. Но чё-то как-то его на сервере нет, скорее всего, будет завтра на сервере, короче, всё, ребаланс будет. А помимо этого, я Сане сказал то, что, Сань, а как людям выполнять контракты? Ну, вот, например, контракт на виновоз или на дальнобоях, я говорю, а работу я на курьерке, а вот нет, у меня випки и батлпасса не хочу проходить, хочу всё, блядь, вкинуть в семью, все свои деньги, всё своё время. Я говорю, а как людям увольняться? Я говорю, каждый день по 5 левелов, ой, по 5 работ, типа, терять по 2 левела. И он такой, да, вообще без проблем, сейчас нахуй решим бы эту проблему. И чё вы думаете, он берёт и исправляет эту проблему? О, кстати, реализован костыль полностью отключает взрыв транспортных средств от стрельбы, коллизии и так далее. Ого. Короче, были несколько уебанов конченых, которые просто, ну, например, короче, стояли возле Кайзика или где-то ещё, видели то, что чел стоит ФК. Они просто, короче, стреляли в бак пару раз, там сдегла, реально, 2 попадания в бак нужно было для того, чтобы, короче, взорвать тачку, если это реально пофиксили, подождите. Так, я уверен, что Саня не изменил вот это, чекайте, скриньте. Нет, всё, бен... А, нихуя себе. Короче, можно было у мотоцикла пробить бензобак и поджечь бензин, даже сейчас это... Ну, охуеть. Я говорю, что-то сегодня новостей слишком много хороших. Так вот, теперь при выполнении контракта в семье и увольнении с работы, ну, точнее, при выполнении в семье при увольнении с работы, ранги не снимаются. То есть, да, вы, например, заходите в контракт и видите сборщик винограда, но вы работаете не на сборе винограда, вы работаете на курьерке. Вы берёте контракт, в этот момент увольняетесь и вы не теряете ранг. Нихуя себе. И Саня это сделал просто без проблем с первого раза. Ну, точнее, он вообще сам предложил эту идею, такой, да, я вот так вот сделаю, нормально будет. Я говорю, так вообще великолепно. Ну, раз тем более випку за 8 часов убрали, теперь, ну, вот у вас, грубо говоря, есть вот такая возможность. Да, с батл пассом вы вообще не теряете опыт при увольнении, потому что в батл пассе очень много работ, как вы понимаете, нужно проходить. И там при увольнении, ну, вы просто будете бесконечно первым левелом фармить работы, это логично. Так, давайте, что я ещё пропустил, я просто только проснулся. А, да, кстати, мне друган говорил то, что на AMD краши просто влево-вправо он нажимает, вообще неважно. Типа, если возле мусорки где-то проезжает, всё, сразу же, короче, краш. Сделана принудительная телепортация бота на пассажирское место в купе транспорта на частном извозе. Была проблема то, что если вы, например, к боту подъезжаете, и вот так вот перегораживаете ему путь, а у вас, например, косорукая тачка, то он просто может взять и сесть вот в эту вот дверь и выкинуть вас из тачки. Ну, это так, образно, просто я вот этим боком подъехал. Ну, вот, например, короче, смысл. Вот тут вот стоит бот между гаражом и домом. Если он к вам пройти не может, он вас с водительского сидения выкинет. Вот, Саня несколько раз пытался исправить этот баг, сегодня, наконец-то, он уже принудительно его посадил, всё исправил. И да, в контрактах была проблема, мы завчера нафармили 12 тысяч опыта, при том, что у нас онлайн в семье 30 человек, у нас то есть самая популярная, самая большая семья. Кстати, да, про семьи, можете прямо сейчас заходить, просто вам серьёзно говорю, прямо сейчас заходите на сервер и вступаете в любую семью, серьёзно. Вас примут в любую семью, вы там будете нужны, и вы теперь будете зарабатывать неплохо денег, потому что вот сейчас семьи, контракты, точно имба. Я и так хотел сказать то, что они пиздец имба. А тут Саня ещё этот фиг сделал, то, что в 4 раза больше опыта вы получаете, ну теперь всё, просто берёте, заходите на сервер, вступаете сразу в семью. Если хотите в нашу семью, пишите Максиму ТТ32, он вас примет. Так вот, мы-то вчера смогли взять только 2 контракта, и я, кстати, Саня про это ничего не говорил, думаю, ну 2 контракта и 2 контракта. Видимо, нужно делать онлайн 50 человек, для того, чтобы фармить было вообще неплохо, ну, опыт, для того, чтобы контракт лутать. И Саня такой берёт, и в 4 раза увеличивает количество опыта, которое вы можете залутать за час. И сейчас это получается, если мы зайдём в калькулятор. Один человек приносит 4 опыта, приносит он в 60 минут 240 опыта, максимум может приносить 50 человек. 12 тысяч опыта можно зафармить за час теперь в семье, неплохо. Эээ, к контрактам ли переходить сейчас, или не к контрактам? Давайте сначала скажу, мы вчера взяли контракт на рыбалку. Я, Максим и Сена, чувак из семи, он как раз больше всех хотел, короче, попроходить контракты. Мы пошли выполнять контракт, там надо было поймать 13 скатов, 13 тунцов и 13 форелей. И, в общем, выловить 52 рыбы, ну, то есть на троих. Контракт был на троих. И каждому давали по 300 тысяч, то есть вы продаёте рыбу, а вам ещё по 300 тысяч дают. Потратили мы на контракты 2 часа, ну, на этот контракт 2 часа 10 минут, именно на ловлю рыбы. Так-то чуть-чуть побольше времени потратили мы, потому что сначала думали, куда ехать. До этого стояли там, общались с подписчиками, когда контракт взяли. После этого нас убили на заправке, пока мы АФК стояли, короче, покупали. Ну, там, в красной зоне покупали наживки и рыбу, блядь, рыбу, удочки. Нас там чел убил, потом мы не знали, куда ехать. Короче, 2 часа 10 минут мы в итоге стояли, рыбачили. И если посчитать то, насколько я продал рыбы, и то, что мне дали 300 косарей, и то, что 80 косарей упало на семью, которые деньги мы, разумеется, тоже разделили бы между тремя участниками, получилось у нас по 410-420 косарей в час. Но потом Сена сказал, что мы ещё могли взять и эту рыбу, продать реальным игрокам и залутать ещё гораздо больше денег. Да, если вы зайдёте в Дискорд, вы увидите то, что рыба, особенно всякие скаты, тунцы, ну, такая плюс-минус редкая, она пиздец сколько стоит, то есть мы могли ещё больше денег залутать, но про это я молчу, ничего не говорю, потому что продавать я не стал, мы продали барыги. Короче, теперь вы знаете. То же самое со шкурами животных. Если, например, будет какой-нибудь ёбнутый просто квест на охоту, вы просто продаёте барыги то, что вам нужно через контракты, а то, что не нужно для квеста, оставляете себе. Да, вам опять нужно 2 шкафа, ладно, 4 шкафа, 2 нивы, ну ладно, 4 нивы, рюкзак. Ну, короче, вы поняли, вам нужно много места. Что-то вы продаёте игрока, особенно если вы не торопитесь, вы просто охуеете, насколько вы будете уходить в плюс, если вы будете продавать всё игрокам, потому что сейчас, я думаю, батл пасс много людей купит, ну и так много купило, и людям нужны всякие шкурки, хуешкурки, рыбы, поэтому вот, если что, знаете, что делать. Но про это я опять же ничего не говорю, а то я потом отдельно протащу все эти тактосы. Итак, заходим в семейку. Контракты обновляются раз в 2 часа, охота это искусство. Смотрите, разделать животных 100, ну это прям вообще езди, тем более на 3 человек. 24 пантеры, 24 койота, 24 кролика. Я знаю, где находятся и пантеры, и койоты, и кролики, кроликов вообще легко. Время 7 часов даётся, и по 300 тысяч даётся каждому. Смотрите, мы просто идём охотиться, ну, без шуток. Я лутаю 600 косарей в частных. Ну, допустим, это надо будет 3 часа делать, но на самом деле нихуя не 3 часа. Если мы возьмём какого-нибудь человека, типа Гула, который реально тоже шарит плюс-минус за охоту, то мы этот квест, ну, реально очень легко выполним за 2 часа. Да даже кого быстрее? Если примерно прикинуть то, что сейчас зарплата на охоте 600к, я не проверял, серьёзно. Я вот с этими фиксами, то, что теперь ППС не влияет на открытие животного, типа на его разделывание, я не знаю, сколько зарплата. Возьмём по приколу просто 600к. Умножить на 2, это 2 часа, это лям 200. И плюс 300к и разделим на 2. Вот столько, грубо говоря, я смогу заработать за час. Вот если бы сейчас Максим был в сети и Гула был в сети, я бы прямо сейчас пошёл выполнять этот контракт, потому что он пиздец имба. И я бы вам показал, сколько можно на нём денег заработать. Давайте идём по другим контрактам. Заработать в доставке вина 444 тысячи рублей на двоих. Слушайте, ну это сейчас меньше, чем за час можно сделать. Вы, ну типа сейчас зарплата 300к, если у вас випка, зарплата 330к. Ну плюс-минус, не знаю, там надо будет это тестить, когда Саня зальёт всё-таки этот фикс. И, ну, кости животных барыги, ну это реально 5 минут поохотиться, у вас будет 120 костей. Я тем более сейчас посмотрю, у меня по-любому где-то есть 120 костей. И таким образом ещё по 200 тысяч каждому дадут. Ну то есть это прям вообще очень легко выполнить за час. Короче, я говорю, контракты имба вообще. Это я просто на рандомные тыкаю, и они уже оказываются охуенными. На сборе вина 324 косаря и животный жир. Ну тоже это прям вообще пару минут сделать. По 150 тысяч каждому дадут, грубо говоря. Пантеры и койоты на троих. Ну, кстати, это можно очень быстро выполнить. Но это сомнительный, конечно, контракт. Вот этот контракт на охоту это искусство, он гораздо более интереснее выглядит, чем вот этот. Автобусник. Заработать водителем автобуса, смотрите, на троих человек. Если у вас есть випки, вы просто за полчаса... Ну сколько там заказ? 16 минут вести или 17? Али вообще 13. Короче, за полчаса вы зарабатываете себе по 200 тысяч. Ящик с военными чертежами легко 10 найти. Это буквально там 10 минут займёт на троих. И вам ещё по 200 тысяч каждому дадут. Готовое вино. Заработать в доставке вина миллион на троих. По 300 тысяч каждому, блядь. Ну а смотрите, давайте посчитаем просто по приколу. Вот сейчас, например, в доставке вина можно заработать 330 тысяч в час, да? Шкуры животных барыги 5 минут. Даже, ну реально, ну 5 минут мы втроём типа сделаем вообще этот квест. Поэтому также будем считать то, что это час. И подождите, по 270 тысяч каждому? Точнее по 300, потому что смотрите, сколько тут ещё? Ёп твою мать. Ну 630 косарей в час можно вот на этом контракте заработать каждому. То есть троим людям, а не одному. Потому что это в общем нужно заработать, а не каждому человеку. А вот это даётся каждому человеку. Вот, блядь, время мало. Кстати, я больше никогда в жизни не буду брать контракт на рыбалку. Я заебался рыбачий. Типа раньше рыбалка была имба, потому что, ну как бы, вы могли АФКшить, смотреть сериал, монтировать видос, там ещё что-то делать, играть в какую-то другую игру. А сейчас зачем это нужно, когда у нас есть такси и дальнобой АФКшный? АФКшный, ну такси ещё более АФКшное. Ну то есть частный извоз, да? Кто-то сейчас ещё смотрит видос, не знает про то, что есть частный извоз. И зарплата там тоже те же самые 400К. Типа, ну сейчас рыбалка стала, ну, неинтересной. Потому что раньше рыбалка была прикольная АФК-работа. Сейчас такси и дальнобой. Вы либо АФКшите, либо нет. Зарабатываете одинаковое количество денег. И вы, короче, в шоколаде. Ну да, можно АФКшить. Там на дальнобой вообще за час иногда можно по 45 минут АФКшить. Не знаю, правда, как сейчас там с заказами. Я Фуру давно продал. Потому что такси для меня приоритетней и предпочтительней. Короче, вы поняли. Контракты имба. Давайте дальше посмотрим контракты. Опыт вообще неплохо формится. 28 тысяч уже. Мы вчера за весь день 13 тысяч наформили. Счастливая рыбалка. Белуга 5 ультра легко. Густера 5 легко. Скат 5 всего. На семерых. А че так легко? На семерых. Серьезно, мы этот контракт на семерых выполним, ну, за 15 минут. Ладно, за 20, там за 25. Плотва тем более легко ловится. И 120. Короче, я говорю, контракты вообще имба, блядь. Фермеру нужно мясо. Вот это хуйня. Вот это полная хуйня. Вот это прям ультра жопа. 84 животных разделать это вообще легко без проблем. Но 56 кроликов искать. Да, некоторые контракты полная хуйня. Юзлис. Типа процентов 50 контрактов. Но остальные, как вы видели, типа вообще точно заслуживают вашего внимания. Но типа 56 кроликов. С них и так мало мяса падает. Там типа шкур мало. Мяса мало. Костей жира мало. Всего мало падает. А там еще и всего 150 тысяч на каждого дадут. Некоторые контракты жопа. Это может еще будет фикситься, если люди скажут, что нам не хватает контрактов на день. Мы их там проходим за пару часов. То Саня изменит количество контрактов, которые можно в день взять. Мы пока что, опять же, бета-тестеры. Мы пока что просто тестируем. Скоро мы расформируем семью. Мы купили самый дешевый офис. Зря это сделали. Потому что нужно было покупать самый дорогой офис на 9 контрактов. Чтоб можно было в день выполнять. Поэтому да, у нас пока что все еще блат семьи остается. Но обязательно в нее вступайте. Потому что скоро дадим инфу. Создадим дискорд. И короче, будем развивать семью с нуля. На наши, сука, деньги. Я правда бизнесы продать не могу с домами. Но не то, чтобы сильно пытался. А что, сижу видик монтирую. Вот тут как раз говорю про шкафы. И такой, ёп твою мать. Я ж про помойки забыл рассказать. Короче, я лутаю помойки. Говорю, Сань. Ну, помойки полная хуйня. Что-то там, говорю, вообще лута не сыпет. Саня такой говорит, это просто, типа, полный рандом. Многим чувакам выпадали донатные шмотки. Самые дорогие. Самые дорогие донатные шмотки. Которые неплохо можно продать. Правда, они с износом. Но все же, у меня когда-то за мои леггинсы на вот этого вот персонажа. С износом, там, типа, процентов 40. Чел предлагал миллион. Потому что он тогда ни у кого... Ну, тогда из нас меньше был. Он потому что ни у кого их не мог купить. Донат он ни у кого не мог купить. А они ему нужны были на персах. Ну, понятно, что это было давно. Сейчас рынок вообще совершенно другой. Ну, как давно? Так-то не очень давно. Короче, не суть. Все равно. Вот, выпадают донатные шмотки. Саня сказал, что выпадают золотые слитки. Выпадают эмки. Выпадают АВП. Выпадает, короче, вообще все. И некоторым чувакам выпадали шкафы. Я что-то так рнул с этой хуйни, сука. Шкаф с помойки. Но это, конечно, жестко шкафы. Если что, пиздец, сколько денег стоит. Давайте я вам покажу. А Гула сказал, что вроде как шкафы теперь не выпадают, потому что это была слишком жесткая имба. Некоторые люди с Аней вообще писали, что нерфи помойки это пиздец. Потому что чуваки, которые узнали, как работают помойки, они говорят, что это слишком ебнутый заработок. Правда, я сказал, что это в любом случае нужно еще фиксить, тестить как минимум неделю. Для того, чтобы понимать имба они все-таки или нет. Апать их нужно или нерфить. Сколько шкаф? Вот 4,5 миллиона самый дорогой шкаф стоит. За 4 его, грубо говоря, купить-продать можно. Я плюс-минус так и делал за такие деньги, когда в БУ сливал. Поэтому вот, по помойкам тоже хорошая новость. Вам там может выпасть все, что угодно. Мне выпадала куча шмоток, мне выпадали пухи, выпадал ТЭК-9. Что-то там еще прикольное выпадало, но я сильно на это внимание не обращал. Потому что шкаф мне не выпадал. Вот когда выпадет шкаф или какой-нибудь золотой слиток или какая-нибудь такая хуйня, вот тогда и поговорим. А, золотая рыбка, про золотую рыбку забыл рассказать. Их было пиздец как мало на сервере, их почти невозможно было выловить. Саня вчера увеличил шанс в дохуя раз, прям серьезно в дохуя раз. И сейчас золотую рыбку есть шанс поймать. И прям вообще неплохой шанс поймать золотую рыбку. Много фиксов, много всего интересного происходит. Ждем еще фиксов, ждем ребаланс. В принципе уже завтра есть смысл покупать БП с такими-то квестиками. А еще квесты в Батл Пассе можно грубо говоря кооперировать с контрактами. Ну правда выполнять контракты и Батл Пасс это реально рабство. Окей, тут надо думать. Всех люблю, всем спасибо за то, что смотрели. Всем пока.